представляете да какое лето у нас интересно будет если блять ходить толку по карточку можно это сюда нельзя туда не ходить туда ноги не поставь блять вот так спасибо блять этот коронавирус читается блять и все вот эту хуйня пиздец тоже и шашлык охота поехать и туда-сюда отдыхать тоже хочу ну ёбану в рот лет пизду ой друзья всем добрый вечер ну чё слышали что это чарантин продлевает до 30 апреля блять пиздец вообще чё делать это месяц целый дома сидит как долбаёб как домовой блять уже телевизор заебал тоже переставка тоже заебет чё делать будешь хер его знает я вообще так не представляю а если блять потом и мая закрой июня тоже закроют это чё вообще такое творится то блять я же вот сразу говорил это читается блять долбаёбы пидарас им блять у них вообще доверия нету нет вот ей богу блять почему такой погода происходит блять когда что это такое блять апеллил месяц ёбану в рот вы чё делаете блять то блять без проблем давайте июль июня блять тоже тогда чё синяк будет блять будем это шарфом ходить ух блять чё творится блять чарона вирус блять синяк блять это это не жизнь это опачалипсис ёбану блять окно гелючит блять а потому что мышку блять летающий поменьше жрать надо привет всем кто узнал кто не узнал саша маэстро всем добра весеннего настроения снимался я во многих сериях на канале люди ублюде сериале вот кто хочет посмотреть заходите смотрите набирая в поисковике люди ублюде вы найдете серии где снимаюсь я саша маэстро допустим я снимался 26 серии мы там зарабатываем бабки на гитаре вот заработали за 15 минут 200 рублей также я снимался в 28 серии где мы играли в карты на поляне 21 где я целовался с васи с узбеком снимался также 46 серии где просил у кости у черного угостить меня наркотиками и в 64 серии костя черный пытался ударить там меня локтем ребят так как и все жил на совке бомжевал вот но однажды кстати тоже через канал люди в люди познакомился с девушкой с галины вот галина пригласила меня жить к себе в подмосковье сейчас я живу у нее вот уже где-то три месяца около трех месяцев или уже три вот заходите также на мой канал подписывайтесь комментируйте ставьте лайки ссылка на кого на канал будет в описании вот так же вы помните да что я ударил колючего когда он украл у меня телефон это видео можно посмотреть в других других у других людей у других блогеров потому что под именем он уже стал как бы как сказать то ну имя канала используют многие люди и поэтому можно набрать поисковике люди в блюде и увидите там как колючий украл у меня телефон это снимает другой блогер а пока вы ищите меня в интернете я пойду сниму ролик как я живу сейчас и в ближайшее время выложу этот ролик заходите ко мне подписывайтесь всем добра весеннего настроения саша маэстро спасибо большое всем здравствуйте но сегодня как бы первый день первый день такого на улице погодка небо ясное чистое речка собаки мои дорогие где где вторая говчужка вот это лизит кстати вот пришел когда где-то полчаса может быть чуть побольше видел здесь живности плавают я не знаю кто это андаторы или может быть крысы водяные есть такие не знаю две головы две головы жижие кто это может быть кто-то знает в комментариях подскажите кто в речке водится в красноармейске собаки напряглись хотели уже прыгать за добычей но те кто в воде они похитрее нырнули и куда-то исчезли наблюдаю пока всем удачи всем всех с праздником красная горка вот свободно от работы время значит занимаюсь не то что занимаюсь а как бы чтобы разгрузить немножко галинку гуляя с собакой вот наша собака веста вот увидела увидела другую собаку и навострила уши вместо вместо передай привет зрителям вот это дворняга малыш но мы его подкармливаем и он нас защищает всегда вместе с нами ходит малыш малыш красавчик вот красавец малыш в речке не знаю желание рыбачить но так чисто с удочкой посидеть не не ради добычи а ради удовольствия никак не могу себе удочку купить вот а сейчас кстати видел здесь когда подошли плыли две головы я не слабо я не разглядел кто это и такой чуть потемнее собаки не знаю кто это андатры но андатры они вроде бы коричневые это рыжие может быть водяные крысы какие или а кстати он мужики пошли вроде бы с удочками величие сами там несут такая моя жизнь здесь такой городишко ну а сейчас я живу вот так как бы все есть вот галина квартира в будущем сделаем ремонтик здесь как бы ну и так неплохо просто косметику навести нужно вот моя людька стоит которая играю как бы все есть сейчас они ушли гулять с вестой холодильник пожрать есть все есть что-то приготовлено вкусняшка о макароны мясо обалденно сейчас попьем кофе вот так я живу подписывайтесь на мой канал очень хочу чтобы было подписчиков много у меня чтобы снимать прямые эфиры интереснее так общаться в прямых эфирах когда напрямую задают вопросы и сразу есть возможность на них ответить вот так вот народное добро блять тратят я им дал денег сходить продуктов купить маски но на хоть по размеру тебе не подразделяются а если у меня харио такая после карантина я понял а вести не купила маску вместо 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 устала бедняжечка магазин сумки несла кто ты или она дефиле твой выход да коронавирус а ей за что цеплять у нее уши обрезаны вместо иди ко мне вес все игрушки то мне все дела галия сидел короче малыш нас тут так захоронялся вот видишь дубина вот это она валялась вон там через дорогу вот тут напилили идет как к мосту ведешь и он ее вон оттуда принес вот сюда представляешь как у него здоровья я ему котлетку сегодня покупал за это наверное отблагодарил принес дубина а это он возюкается а ты потом спрашиваешь откуда у нее песок все куркается вот сейчас маме отправлю веста я и трое нору лишь как мы гуляем место расскажу замолчит место раскушала семечки только я в руку беру она сразу нос своего руку сует съедает семечки как все уже видели живую сейчас в красноармейске подмосковье старый город но дома старый но отремонтированы похуже больше таких каких-то заведений общественно домик вообще такой современный красивенький не сказать что чистый город грязи конечно много может быть после зимы сейчас там какие-то может быть некий будут в следующем палатками . сейчас под одну покажу речку конечно гадят конкретно и порыбачить даже страшно куда-то идти вверх по течению так прикольно подъезд прям видимо для себя люди сделали это мозаичной плиткой обложили под камень типа там вот следующее здание это как сказать правительство правительство пейска динуться закрыт никак не могу блин здесь парикмахерская вроде бы где-то была смотрит открыт не открыто в том доме перед так что все есть сегодня на нас на нас отмечается вот и и и и и и люди ходят но очень мало по машинам так вот можно определить состояние кармана горожан красивая фигура как-то так сейчас еще речку надо вот она речка дворе вспомнил название наша башня короче радиовышка ну короче связь и там ставить матюгальник сверху которая орет нам каждый час граждане оставайтесь дома тарапыр состояние бурьян то бурьяном понятно что никто его косить так бегло пройти по собрать можно же хотя бы вот в таких местах проходных мост такой пешеходный накидано бутылок так здесь очень много плавать того что люди здесь с моста кормят полетел брачный период застал то на месте на месте преступления застал что ребята потом говорит что зима не кончилась судя по уткам она кончилась голуби тут поразительные которые живут на деревьях вообще городские голуби отдельная история шаурму едят мясо едят и фиг поймешь короче так что так живем выгуливаю собаку свою она не любит этих маленьких собак я постоянно коротком поводки одержи не пойдем туда вес всем добра подписывайтесь ребята на мой канал дальше буду пробовать делать интереснее все пока мало умею ноутбука нет ничего приобрету ноутбук чтобы по пограмотнее как бы монтировать видео не то что это вы кино хотя бы там вырезать обрезать совершенно не интересные моменты все всем спасибо ну а вот ребята между делом ходил первый раз я вот здесь вот иду в этом в этой местности нашел такой блиндажик вроде красноармейск до маленький город вот блиндажик по всей видимости костерок тут по всей видимости здесь живут так что вот так везде есть бедолаги везде есть бродяги такая фигня подвал открыт такая хрень черте города это наверное я так подозреваю самые старые дома эти вот дома это галя говорит они там серого кто-то знает каких годов кирпич советский но она как бы говорит что это строили немцы пленные такая фигня только заметил вот и здесь люди бомжуют отчет городок я представляю это у нас там допустим в ельце алкашей да я видел там но бомжей я никогда в жизни не встречал там просто до того стыдно до того люди запозорят блять если ты так живешь погано алкаши да есть там они вышли там в ельце вот допустим вокруг рынка там ходят ну это они там не не стреляют чисто блять у своих знакомых до хиража тот там десятку дал тот полкиник дал кто-то бухла купил чисто алкаши но если своих нет а так бухают на пенсию на какие-то доходы вот он матюгальник кстати включил и вот здесь такой же город поменьше конечно раза в три чем елес ну и по это по структуре конечно он послабее но вот здесь есть бомжи хотя здесь заброшек пиздец ой прости мою душу грешно вот прям живой пример вот заброшка ну дофига заброшенных помещений где можно было нормально расположиться и жить нормально не знаю нравится так людям или вообще уж потеряли чувство стыда совести